Ребят, привет! Это пятая серия приключения Процека. Процек ищет домик. Итак, вы приняли решение купить процессор 2670 версия 1. И вам нужно определиться, какая материнская плата вам нужна. И вы решили построить однопроцессорную систему, то можете обойтись бытовыми материнскими платами на чипсете X79 или на серверных материнских платах однопроцессорных. Однопроцессорной материнской плате серверной на чипсете C602. Но если вы вдруг решили строить систему двухпроцессорную, то вы должны знать, что не в каждый корпус поместится двухпроцессорная материнская плата. И какие же они все-таки бывают? А бывают они в следующих форматах. EATX, то есть ATX Extended, расширенный. А еще бывают E-EATX, то есть Extended-Extended ATX, расширенный-расширенный ATX. Трудности возникнут при выборе вот этих больших материнских плат. Не в каждый корпус поместится подобная материнская плата. В чем отличие этих материнских плат? Не буду вдаваться в технические подробности, просто упомяну, что в большой вариант материнской платы можно установить больше оперативной памяти, там и распаяно больше слотов под нее. И, скорее всего, обладает большими плюшками, такие как возможности построения сложных дисковых массивов или встроенные какие-то более мощные RAID-контроллеры, что одно и то же. И обладают какими-нибудь сетевыми возможностями, такими как удаленный доступ и подобного всего, там типа IPMI. Хочу предупредить сразу, что не в каждый корпус поместится подобная материнская плата. И вы должны крайне предельно внимательно выбирать корпус под подобный размер. Но если вы вдруг решите использовать такую материнскую плату, как настольный стенд, то, пожалуйста, никакого корпуса не нужно. Почему я заостряю так внимание на корпусе? Совершенно недавно столкнулся в своей практике с такой ситуацией, что материнская плата формата ИАТХ и корпус несовместимы. Да, корпус рассчитан для установки материнских плат формата ИАТХ, но он не рассчитан на установку плат формата ИИАТХ. С чем мы и столкнулись. Казалось бы, материнская плата должна была войти в корпус, места хватало, но внутренний дизайн корпуса не позволил установить материнскую плату. Не хватило каких-то 5-10 мм. Материнская плата упиралась в некую ступеньку в корпусе, и нам пришлось отказаться от этого корпуса. К сожалению, у меня не сохранилось видео, у меня осталась единственная фотография. Возможно, вы разглядите на ней то несовместимость. Вот так бывает. Но мне пришел на помощь корпус от фирмы Thermaltek V71. Не первый раз я собираю подобные системы в таком корпусе. Очень классный корпус. Работать в нем здорово. Достаточно места для кабель-менеджмента. Даже при установке таких материнских плат есть дополнительные отверстия, казалось бы, которые не должно быть, но они есть. Очень классный корпус. И он очень дорогой. Ну, относительно дорогой. И мы установили материнскую плату похожего формата в этот корпус. Но это была сборка совершенно другой системы. Да, тоже на сокете 2011 версии 3. Вернемся. Если вы систему строите в серверном корпусе, вам чуточку легче. Но опять же, вы должны выяснить, подходит ли этот корпус в вашем случае. Быстро упомяну, что есть корпуса, которые устанавливаются в стойку. Есть которые как десктопы, типа тауров. С возможностью установки в стойку. Есть большие одноюнитовые корпуса, которые позволяют установить такие материнские платы. Есть и двухюнитовые, трехюнитовые и так далее. В зависимости от сложности той системы, которую вы строите. Во время подготовки к видео о приключении Proceka, мне предложили несколько систем от Intel. Название систем я оставлю на экране. Если мало ли вдруг вы решите их приобрести, спросите у меня где, я вам подскажу. Если вы планируете это собрать в серверном корпусе, и в этот корпус планируете установить большое количество жестких дисков, или SSD накопителей, или еще кого-нибудь. Подбирайте корпус внимательно. Почитайте, поищите информацию в интернете. Убедитесь, что корпус подходит под ваше решение, чтобы потом не пришлось колхозить костыль, который позволит вам установить материнскую плату. или собрать систему полностью. Если вы выбираете бытовые корпуса, внимательно подходите к этому вопросу, почитайте, померьте линейкой, задавайте вопросы продавцу, кому угодно, чтобы вы были на 100% уверены, что вы сможете собрать вашу систему в этом корпусе. Вот, пожалуй, такую мысль я хотел до вас донести, чтобы вы внимательно выбирали корпус под будущую вашу систему. Ну, пожалуй, все. Спасибо, что посмотрели. Обязательно ждите продолжения. Все ваши пожелания, комментарии, предложения можете оставлять внизу под видео. Также ими можете поделиться в группе ВКонтакте. Всем удачи. Пишите письма.